25 минут седьмого вечера Продолжение следует... 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 Так, я продолжу свой рассказ, перед этим хочу добавить, что он, как и в ваше начнем видео, я прекрасно понимаю, что вся эта вот запись, она легко оспарима, можно все что угодно сделать промежуток, как и тому подобное, даже мои весы далеко не идеальны, не могут это сказать. Друзьями словами, если у кого-то из тех, кто посмотрит это видео, есть возможность технически или материально помочь мне, в плане либо подключить нормальный скоростной интернет, либо там у него есть МВУшная камера внешнего наблюдения, чтобы можно было подключить сразу за компьютеру и снимать именно непрерывно, по крайней мере 12 часов, потому что на youtube больше чем 12 часов видео не загружать. К тому же ночью я снимать не буду, но хотя ночью, если бы камера была без подсветкой, можно было бы снимать ночью, это было бы 100% неоспаримое научное доказательство, то есть ни один бы ученый не поспорил бы с тем, что эти студенты приедут. Если такой человек появится, пожалуйста, пишите, как-нибудь состыкуемся. Вот, далее. Значит, я остановился на том, что я приехал в Константиново и поездом ехал в Полтаву. На следующий день приезда, то есть на первый день приезда я уже был здесь дома. Вот, и... значит, на следующий день я начал пробовать переходить на промо. Я начал пить только воду, вот, и через твое суток я уже ничего не ел, ничего не пил. И тут разял же телефонный звонок, мне позвонила моя соседка и сообщил о очень неприятную новость. Что это была за новость, я расскажу уже завтра. Где? Где? Спасибо. 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 Утром должно быть не больше чем 77,6. В общем, на сегодня все.